дорогие друзья всем привет ты только подключился добро пожаловать на диван вопросов от родителей или как мы его называем двр сегодня у нас в гостях наш друг василь ман это в инстаграме а вообще его зовут илья васильев привет привет меня зовут илья я мне 20 лет верующие самого детства у меня родители были верующие уже моя мама это еще и все еще моя мама это старшая сестра шатрова дмитрия дмитриевича поэтому я очень много был всегда с какими-то с пасторами постоянно постоянно каких-то выездах и это мы вот как раз про это и хотели спросить расскажи как проходила твою в целом детство и затронули христианство вообще твои формирование на самом деле я очень благодарен этому что я родился такой семье что я мог быть близко с такими людьми и с такими сильными пасторами мы ездили семьями на отдых мы у нас были какие-то семейные выезды были какие-то пасторские выезды на которые меня брали и я все это слышал и в любой момент я мог подойти стать какой-то интересующий меня вопрос может быть и довольно рано понял что это очень круто я был благодарен и до сих пор я очень сильно благодарен богу что я понимаю что некоторые люди очень хотят пытаются встретиться понятно что у пасторов может не хватать времени на всех и я понимал и я так был благодарен что я могу прийти практически в любой момент задать какой-то вопрос могу написать смс могу и всегда получу ответ это очень круто это очень круто расскажи ты говоришь что достаточно у тебя проходило детство в кругу пасторов мир манил ли тебя мы уже обсуждали что такое мир на программах какие взаимодействия с миром были у тебя я скажу так я учился в христианской школе до восьмого класса то есть ты не дрался до восьмого класса нет конечно было это это был какой-то такой я бы назвал это детский сад они драки но это какая-то ерунда такого никаких стрелок может быть чего-то такого нас никогда не было это были какие-то там друг друга толкаешь но это а что вот это нормально вот в такой же казалось бы христианской школе и после ты наверное не в христианской школе после я заведу отличие когда я перешел в обычную школу конечно я начал смотреть так я никогда не общался так близко с людьми каждый день с неверующими для меня это было у меня не было таких друзей не во дворе и нигде не были все друзья это из школы из христианской в принципе там было очень много ей поэтому достаточно ним я не сказал вся школа была 50 максимум поэтому не то чтобы много но это был мой круг общения и когда я перешел в обычную школу я для меня очень сильно бросилась в глаза эти поведение вообще я не мог как-то осуждать там что-то таких мыслей не было было просто непонимание почему не так себя ведут почему они матерятся ну а ты присоединился так сказать клану ты стал таким же нет вот я после этого же я перехода в эту школу я понял что я благодарен тому что я учился в семь лет в христианской школе вот это стал и это был мой стержень который удержал меня от очень многого как я уже понял впоследствии постарался закрыться от этой среды или как происходило твое поступление вот я не могу сказать что я закрылся я опять же не могу сказать о себе что я очень мега общительный человек но когда я пришел в эту школу я начал общаться со всеми я общался с очень многими людьми и я не отодвинул их сказал я верующий я так не делаю идите вы все гуляйте я так не сделал я я начал с ними общаться но я общался держа свои границы я не переходил на их вот какие были у тебя границы основные чего ты не позволял себе в этой школе день не курил не пил не ругался матом сейчас можно сказать что я еще в этой школе можно сказать пожалуйста вообще вся жизнь это школа в общем я был очень рад тому что я смог удержаться и потом на выпускном мне ребята задавали вопросы чем такие серьезные что мы вообще не поняли как кто такой уж и нам с тобой интересно мы с тобой общаемся но ты не делаешь а вот чего мы делаем вот смотри это очень уникальный случай потому что многие все-таки под ну поддерживали таких ребят расскажи молодым ребятам которые нас сейчас смотрят как вести быть интересным и частью компании при этом придерживаться своих принципов не употреблять там чего не употребляют даже тех слов которые они употребляют и все равно быть интересным и говорить на те темы которые интересны как ну во первых не все темы крутятся вокруг алкоголя сигарет и мата просто есть много других тем которые можно обсуждать можно говорить можно главное общаться с людьми они такие же люди они такие же как мы и тут не надо делать что какой-то забор простраивать и говорить что я верующими нельзя с ними общаться или как-то так просто общайся просто поддерживать какие-то темы интересные вот например интересная тема надо молиться до еды или после просто вопрос закидываю так надо молиться едой и после правильно ли например на войне убивать я сам долго думал над этим вопросом и я не скажу что я пришел к этому к ответу какому-то а викторина во первых знание библии я думаю это твоя любимая часть ответы мы показываем у нас рубрика знание библии целью посидим или я здравствуйте здравствуйте у нас сегодня будет рубрика знание библии вы готовы поучаствовать готов библия говорит что этот мужчина ходил перед богом и его и не стало ему кто это павел енох и онафан или лука и но кому господь даровал еще 15 годков жизни ахаву и асофату языки или или друзья правильный ответ языке сколько раз петр отверг иисуса 13 ни разу 23 правильно кто упоминается как предатель иисуса христа калиб иуда искариот петр или симон искариот есть функция 50 на 50 есть помощь стал не удар это вы сейчас песню у хаски что называете или что был вопрос какой-то сколько детей имели давид и версаль четыре десять шесть или двенадцать меня нет ну можно на ладно следующий вопрос потому что он обратил внимание на незначительность своей рабы ибо вот отныне все поколения кто-то сказал елизавета мария мать иисуса мария из вифани или мария магдалина мария и это правильный ответ я уже упомянул такого не христианского артиста хаски ты слушаешь какую-то не христианскую музыку и как ты к ней вообще относишься не христианскую музыку я слушаю и я отношусь к этому как если тебе нравится какая-то музыка и ты разбираешь слова понимаешь смысл и есть это нет какого-то сатанизма ли еще чего-то то чего бы нет значит ты все-таки за не христианскую я правильно вижу заголовок газет скорее всего так и будет хорошо давай давай несколько глубже компнем какой-нибудь нехристианский поступок который тебе заполнился в твоей жизни что ты делал самое такое погреть не обязательно говорить уже на такого поступка никогда не было вокруг нас очень много детей ты уже сейчас говорят характер темперамент но основного характер ребенка формируется до семи лет и он проходит большую часть кризисов расскажи какими ты видишь детей сейчас и каким будет наше будущее с этими детьми которые будут взрослыми я думаю это будет будущее это будет будущее прямом понимании этого слова как в каких-то фильмах какие-то летающие машины и это все благодаря этим детям конечно кто для тебя является примером пример для подражания когда ты принимаешь решение ты соотносишь себя с ним первый пример для подражания это мои родители второе наверное это надо строить эти просто не как скажешь это же ты отвечаешь хорошо тогда это мои родители хорошо если бы тебя спросили что самое главное получил от своих родителей какой-нибудь принцип совет который помогает тебе на противоположном жизнь всей твоей жизни прямо сейчас ты сможешь поделиться этим вот смотря в камеру сказать молодому или уже зрелому зрителю который лицезреет на тебя красавца что он должен почувствовать что он должен сказать сам я думаю что самый сильный и самый крутой совет который дали мне родители это безусловно совет доверять богу может быть он какой-то очень религиозный или какой-то пафосный но без этого невозможно и очень сложно без доверия богу а расскажи теперь пожалуйста вот многие наверно прямо что значит как доверять богу доверять богу во всем когда ты читаешь его слова и ты видишь обетование ты не должен думать что это было когда-то там когда-то давно может быть это ветхий завет да это вообще не мне может быть и даже так не думаешь сам но на подсознание у тебя могут такие мысли приходить но когда ты читаешь это и применяешь это к себе свою жизнь что бог с тобой что он тебе поможет в любой ситуации что все становится проще и все проблемы становятся проще и легче ты правда в это веришь дали ты отвечаешь как должно быть нет именно в это я верю это очень хорошо с нами был илюша васильев илюша какой-нибудь напутственное слово или ты уже его скорее мне кажется это и было напутственное слово дорогие друзья с нами а был потрясающий великолепный и другие эпитеты илья васильев илья и с вами была программа двр подключайтесь лайкайте смотрите отсылайте друзьям делайте все что хотите с этими передачами теперь они в вашем распоряжении шутка всего доброго